Красота и грация. В Йошкар-Ле состоялся традиционный турнир по художественной гимнастике, собравший около 200 участниц из разных городов страны. Краткий его итог – пять золотых медалей у спортсменок из нашей республики. Красота, изящество, гармоничное сочетание искусства и спорта – все это художественная гимнастика. Вид спорта, культивируемый в Мариел, вот уже много десятилетий. За это время из тенниш-каролинской спортивной школы вышли десятки мастеров спорта. История гимнастики успешно пишется и сегодня. Это «Фокс-Спартак» – церемония открытия одного из главных региональных турниров по художественной гимнастике памяти Марии Натунич. Проводится он вот уже в 33-й раз. И в 2014-м собрал в столице Мариел около 200 участниц из разных городов России. У меня конкуренции есть каролинки, по крайней мере, по количеству заявленных участников. Воспитанец спортшколы «Олимп», где у нас и куют мастеров этого вида спорта, чуть ли не половина от числа всех. С каждым годом растет мастерство, растет число занимающихся. Какая красота, какие красивые костюмы. Конечно, здесь очень надо отметить родителей, потому что здесь родители очень много укладывают. Что-то очень дорогостоящий вид спорта одевательно красиво. Видели, какие хорошие, дорогие костюмы. Это остается им на память и все. Поэтому перспектива очень большая. Сегодня есть дворцы спорта, есть где заниматься, есть хороший тренер-состав, который подготовили же много мастеров спорта. Тренеры стараются, работают, отдают все свои силы, весь свой опыт педагогический. Результаты нас тоже радуют. Девочки выезжают на соревнования и турниры, всероссийские турниры, международные. Участвуют в соревнованиях, в чемпионатах Приволжского федерального округа. Впрочем, при всем при том, проблемы в развитии этого вида спорта все-таки есть. Дело в том, что Дюсша Олимп, где помимо художественной гимнастики культивируют еще семь видов спорта, подчиняется городскому управлению образованием. Оттого упор сделан не на спортивную составляющую, а на образовательную. Бесспорно, это очень хорошо. Однако, что же делать тем спортсменам и их родителям, стремящимся к достижению больших результатов? Остается записываться в частные спортивные клубы, цель которых как раз и растить будущих чемпионок. Как, например, в спортивном клубе «Асоль», о котором мы не раз рассказывали. Это нас тоже радует, тем более открывают эти клубы. Это воспитанницы детской и юношеской спортивной школы, наши же ученицы. И мы сотрудничаем с ними, когда они проводят турниры, мы тоже принимаем участие в их соревнованиях. Конечно, это здорово. И очень приятно, что наши воспитанницы вот так вот уже о себе заявляют. Это хорошая, добрая конкуренция. А в спорте она присуща. Она всегда должна быть вот эта здоровая конкуренция. Есть только одно «но». Занятия в подобных частных спортивных клубах платные, что по карману далеко не всем. Выходом из ситуации было бы открытие при Министерстве спорта, соответствующей с дюшер. А это уже нацеленность на большие спортивные результаты, современная спортивная база, высококвалифицированные тренеры, при этом бесплатное обучение. Что радует, в отраслевом министерстве понимают всю серьезность вопроса. И от этой мысли в перспективе не отказываются. Что же касается результатов 33-го турнира по художественной гимнастике, то наши спортсмены в индивидуальных упражнениях завоевали 13 медалей. Пять из них золотые. Еще четыре раза ежкаролинки поднимались на призовой подиум в групповых упражнениях. Редактор субтитров А.Семкин